Ровно 80 лет назад, ранним утром 22 июня 1941 года, началась самая кровопролитная война в истории человечества. Эта дата навсегда осталась в нашей истории. 22 июня в календаре отмечен как День памяти и скорби. К этой дате приурочены памятные мероприятия. Это не только возложение цветов и минута молчания. В 4 часа утра у обелиска Победы прошла ставшая уже традиционной акцией свеча памяти, в которой жители Твери принимали участие, несмотря на ранний час. О том, как в столице Верхней Волжье почтили память погибших воинов, в следующем сюжете. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Этот голос даже спустя года отзывается скорбью в сердцах российского народа. Ровно 80 лет назад, в этот день, в 4 часа утра, немецко-фашистские захватчики вторглись на территорию нашей страны. В наши дни в память о тех страшных событиях, о тех 27 миллионах, кто не вернулся с войны, зажигаются свечи. К памятной дате приурочена ставшая традиционной акцией свеча памяти. Она проводится уже в восьмой раз. У обелиска Победы волонтеры жителей Твери выложили из более чем 500 лампадок с горящими свечами слово память. Мы зажигаем свечи, чтобы почтить память всех погибших, напомнить людям об этом трагическом событии. Это очень воодушевляющая акция. Она поддерживает небольшую связь с прошлым и с современным Россией и дает какую-то надежду. В организации праздника принимают участие более сотни волонтеров. Несмотря на ранний час почтить память погибших, в войне пришли и горожане. Ведь война коснулась практически каждой семьи. У меня дедушка фронтовик воевал. Не любил о войне рассказывать. Но просто он видел страшное. Мои внуки это помнят, дети мои помнят. Война, она оставила в жизни и бабушек, и дедушек ужасный след. Наше поколение воспитано именно в тех традициях, чтобы чтить память. Как и для любого россиянина, это очень важная дата. И мы также приобщаем наших детей. Участниками акции стали представители региональной городской власти. И губернатор Игоря Руденя подчеркнул, насколько важно помнить такие события, хранить память о Великой войне. Это событие навсегда войдет в историю нашей страны, нашего народа. Очень важно, что каждый год в этот день, в этот час мы, наши предшественники и те, кто будет жить и работать после нас, собирались, собираются и будут собираться. И отдавать память 27 миллионам человек, которые отдали свою жизнь за наши сегодняшние мирные дни. 22 июня это не только день памяти и скорби, это день великих наших поколений, наследниками которых являются современные российские вооруженные силы и молодежь, которая вышла сегодня к обелиску. Директор региональной общественной организации «Мы вместе» Юлия Саранова отметила, что этот день не только памятная дата, он учит ценить возможность мирно жить, работать и радоваться. 80 лет назад в эти минуты судьбы миллионов людей были сломлены. И сейчас, в этот день, мы все чувствуем, как хрупок наш мир. Как важно в эти минуты понять, что этот день не только день памяти, подвига наших дедов, но и день, который учит нас помнить о ценности того, что есть у нас. К памятной дате также приурочен ряд мероприятий. С 20 по 22 июня в Турской области проходит патриотическая акция «Айс на крыше». Активная молодежь, представители общественных организаций, трудовых коллективов, исполняют и записывают песню «Айс на крыше». Память погибших почтили также минутой молчания и возложением цветов к вечному огню. Ровно в полдень состоялось возложение венков к обелиску победы в Твери. День памяти и скорби отметили также и в других городах Турской области. Жители Ржева на Советской площади из 8 тысяч свечей выложили фигуру советского солдата и слово «помним». Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Огненные картины». 22 июня в Твери и Ржеве пройдет всероссийская акция «Лучи победы». В 23 часа небо над городами воинской славы озарят лучи прожекторов.